Тема, как бы, я хочу немножко остановиться и, как бы, братья и сестры понять. Особенно, наверное, это больше касается, как вот, Святой Марии Магдалины, вот, и так и самой Марии, Матери Иисуса. Для женщины, для женщины это очень важный стал, как бы, знаете, вот эталон. Эталон, то есть, женственности, смирения, послушания, кротости. То есть, женщина, которая именно получила от Господа откровение, точнее, через Архангела, да, которая увеличит душа моя Господа, да, как она говорила Мария о себе. Но мы видим дальнейшее, идет путь, как Господь очень важную роль уделяет женщинам, как Он прощает их, и которые побили камнями. Я как-то был в Южной Корее, там, неделю почти у нас такой семинар был, и вот там каждый день то место, вот, было, подочитывалось. Я все так, очень хорошо так раскрывал, вот, насколько прощение есть. Вот, и когда женщина была взятая про любодеяние, и подвели ее снежники, там, парисеи, там, все вот эти вот законники, и они, как бы, ну, знали по закону, который они там придумали, чтобы таких женщин надо побивать камнями. И Иисус, как бы, даже не глядя на них, Он что говорит? Ну, кто из вас без греха первый брось камень? И они все ушли. И Он говорит, и Я тебя не осуждаю. Вот, смотрите, Иисус Христос пришел не для того, чтобы судить, но чтобы спасти меня. Он не совершил никакого суда, и посмотрите, как, может, это и есть там Мария, которая, которая была прощена, или там, которая всем без его изгнала. Мы, как бы, знаем, понимаем это все это, знаете, когда уже читали Писание. Но именно факт прощения, искупления, Он совершается единожды. И человек искуплен, прощен, если он христианин, возрожденный. Дальше он живет жизнью, он может согрешать, может что-то падать, он исповедует, почему в ветеранской церкви мы, перед служением мы исповедуем грехи наши. Чтобы за неделю, за неделю, там, хотя Господь хочет каждый день, а за неделю набирается много, где-то в словах, где-то в мыслях, где-то в поступках, где-то в делах, и оно постепенно закрывает, вот и церковь, она и есть место, где люди очищаются, исцеляются, возрождаются, очищают свои вот эти вот вещи, которые они делали неправильно, анализируют, меняют свой путь и исправляют его, и идут дальше. Это очень важный момент. И поэтому День Святой Марии Магдалины, которая совершила великое, я считаю, что она великий подвиг, она как сподвижница Иисуса Христа, она прошла тот крестный путь, даже если рядом. Но она пришла, она пришла и ко кресту, и пришла ко гробу Господню. Именно ей явились ангелы, и ей является первый Христос, который открывается. И вот очень важный такой момент, всегда как бы люди пытаются умничать, пытаются важничать, пытаются там себя ставить на более высокий уровень, когда она придя и рассказала ученикам, они ей не поверили. Почему? Ну, потому что они знали ее прошлое. Оно не особо, как бы, это им это... Потому что они же не Христос. И естественно, на это прошлое они как бы списывали. Да ладно, ну что она может сказать? Кто она есть такая? Тут мы-то, вот гляньте, апостолы, мы-то должны знать это все первое. Почему-то она приходит нам говорить такие вещи. И это, конечно, оно, как бы, если брать более подробно, оно вырисовывается, эта картина. И становится ясно, что именно и апостолы, и предвзятость все равно относились к тем людям. Так и у нас сейчас. Сейчас и вот в наши, по сей день, предвзятость, она существует. Существует, если там кто-то где-то не был там тюрьметом, наркоманом, алкоголиком или еще там что-то, и пытаются их сказать, что они как бы чуть-чуть не того сорта, что я, я-то не был таким, и я-то лучше чуть-чуть. Почему ему дается, а мне не дается? Кто я, кто не есть такие? Да, и вот это вот, это гложет, это давит, это червяк их, это настолько он их, как самое, внутри точит. Это люди, которые такие же фарисеи, такие же книжники, которые и были в то время, они сейчас существуют. И так же они Марию и Магдалину, они ее не приняли. А пошли, когда уже Петр, когда уже там все, но Господь явился, явился именно женщинам, и они называются мироносцами, женщины, которые вот именно прошли этот крестный путь. Петр все равно отрекся так, как Господь и сказал ему, а остальные-то убежали. И вот она сейчас в жизни такая ситуация происходит, когда где-то церковь, где-то там пастор, там бьется любыми путями, путяются, ну, здравыми путями, чтобы церковь росла, привлекает, делает, все, да. А кто-то ничего не делает, но заявляет какие-то свои вещи, заявляет какие-то свои суждения, заявляет свои какие-то там проблемы. И это вот она существует, она существует, это и сейчас. Почему? А потому что природа греховная. Греховная природа. Потому что человек не хочет посмотреть дальше двери, а что дальше, куда вообще идет все это, и для чего это делается. Он не задает себя этим вопросом и не смотрит. Мария Магдалина, она просто-напросто отключила свой разум. Она услышала слова, и она пошла за ним. Что будет, как будет, или будет что-то происходить, она не думала об этом. Если бы она начала думать об этом, она бы и дальше, наверное, 100 метров не сделала, когда Иисуса вели на распятие. Потому что, как только мы начинаем думать, сразу страх овладевает человеком и заводит его в тупик. А сердце, сердце зовет, иди, да, а разум не надо. Сердце говорит, иди, а разум не надо. Вот оно и получилось, что Мария Магдалина смогла преодолеть этот разум, который ее вообще не освященный. Может, он был освященный, потому что она у ног Иисуса училась. Но, тем не менее, природа греховная, природа любого человека, нету праведного. Мы все настолько ничтожественны, все люди. У нас у каждого сидит все грехи. Все, которые есть от Адама и Евы, которые мы унаследовали, они все передались, они находятся у нас. Только в одном они проявились, а в другом нет. Они проявятся. Если вы начнете над ними муссировать, начнете над ними размышлять, если вы их начнете принимать, и это произойдет. Поэтому Господь не просто так учит нас, чтобы мы усмиряли плоть свою, да, и исповедовали, чтобы мы очищали, чтобы у нас не закрыто было. Поэтому и существуют и посты, и молитвы, и так далее. И, конечно, вот, как бы, уже календарно я хочу немножко сказать несколько слов о том, что вот именно Евангелие от Иоанна, первый день недели, у нас, как бы, чтение там дали, мне немножко неправильно поставили, но, простите. Первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белых одеяниях, сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, я и не знаю, где положили его». Сказав себе, обратилась назад и увидела Иисуса стоявшего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думала, что это садовник. Говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его?» И я возьму его. И Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни». Знаете, Рави, Рави – это учитель, да, эта нежность проявляет, настолько она проявляет. Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария под долиной идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что он это сказал ей. Он не явился первым ни Петром, он не явился ни Иоанном, никому. Он явился той женщиной, которая много согрешила, много, но много прощено было ей. И он явился ей, явился ей первым. И вот сейчас время такое тоже выступило, когда в последнее время Бог является. Является женщинам, является мужчинам тем, которые не сами себя возвышают, не сами себя умствования своих возвеличивают, а тем, которые смиренные сердцем, и сердце открывает Богу. Вот к тем он и идет. Он не идет к тем, которые себя восхваляют и возносят себя, и заслуги себя ставят. Он не идет к ним. Почему? Потому что он идет к тем, которые смиренные, в кротости, в любви пребывают в сердце. Мы можем внешне быть очень разными, но сердце знает Господь. И Он знает, какое сердце у каждого из нас. И с каким сердцем мы сюда пришли, и для чего мы пришли сюда. Он тоже знает. И поэтому, когда мы приходим к Господу на поклонение, в присутствие Божие, мы говорим, Господи, открой мое сердце, открой и войди в мое сердце. И когда в мир Божий приходит в сердце, тогда становится все реально в жизни. И мир, как говорит Писание Божие, которое превыше всякого ума вашего, соблюдет и сердца ваши, и помышления ваши, но только они во Христе Иисусе. Вот так Господь все это делает. Вот так Господь и творит чудеса в нашей жизни. Но как это было две тысячи лет назад, так это и сейчас это происходит. И нельзя человек сам по себе настолько слабый, настолько немощный. То ли это епископ, то ли это Папа Римский, то ли это пастор, дьяков, кто бы там ни был. Мы все слабы. Но только по благодати, по милости Господа мы каждый день очищаемся, освящаемся, возрастаем в духе, и немножко, понемножку мы становимся теми, какими хочет нас видеть Господь. Мы не станем вот так, щелкнул, и Малахов епископ стал идеальным. Никогда не будет. Никогда. Никто никогда не будет идеальным, живя во плоти. Но проходя этот путь, каждый будет возрастать в духе и в истине. И внутренний человек со дня на день будет обновляться. Он будет возрастать. И вы будете уже понимать из младенца, вы будете становиться юношами, девушками, да, по возрасту. Потом уже там мужами, женами. Понимаете, то есть три периода возрастных, которые существуют, описаны в Писании, о них нельзя перепрыгнуть. Нельзя сразу из младенцев стать сразу таким. Потому что вроде бы люди по вере посмотреть и по истории, посмотреть на них по жизни, они должны быть давно уже смиренными, кроткими такими учителями, служителями. Они еще младенцы. И очень печально на это видеть. Почему? Потому что нет правильного понимания Писания, нет правильного отношения друг к другу. И это ставит человека в такое положение. Потом Господь говорит, подражайте мне, точнее Павел, подражайте мне, как я Христу. В чем подражает? В вере. Апостол Павел, пройдя 40 раз его, и били, и убивали, и на смерть убивали. Все, что с ним не происходило. Но Бог говорит о нем, говорит, это мой избранный сосуд. И он должен много пострадать за имя мое. И он, пройдя путь, Павел повернулся на 180. Так же, как и святая Мария Магдалина. Она что? Она была, жила такой жизнью, а потом становится другой. Поэтому, друзья, надо понимать, чтить, брать примеры. Брать примеры из тех великих, я считаю, святых, которые прославили Господа. И женщины, и мужчины, и апостолы. Потом, конечно, все произошло по-другому. Мы знаем из истории, знаем из Писания, что и апостолы приняли мученическую смерть, когда Господь их укрепил. Но Мария Магдалина не имела тогда Духа Святого. Но и женщины, которые были, они не имели. Но они остались верными Господу. И я думаю, это послужило тому, что Господь возвеличил женщин и поставил их на свое место. Пусть Бог благословит, особенно сердцем наших, чтобы вы брали пример, были твердыми, мужественными, поступали так, как учат Писания, и во всех отношениях, и в семье, и в церкви, и где бы вы ни находились. Помните, Господь нас всем наблюдает. Да благословит вас Господь. Аминь. Я сейчас представляю нашему другу Юлию Владимировну, поделиться словом. Ну и, конечно, мы тоже вчера, я слушал позавчера, и очень доволен, конечно, что Писание, Писание Бог открывает, не только мужчину. Он открывает этой женщине. Поэтому слава Господу. Я думаю, мы сейчас все предоставим, сестре. Добрый день. С большим трепетом встаем на эту кафедру. И для меня это великая честь, тем более такой великий праздник. Хочу сказать, что Мария, она одна из любимейших персонажей моей Библии, потому что кому много прощмотов, много любят. И вы знаете, это в Библии, наверное, точечно, эпизодно только показано, как эта женщина служила Христу. Но если мы выникаем в эти вот штрихи, мы понимаем, что ходить женщиной за Христом, Христос был окружен мужчинами, если вы помните. И Мария тоже ходила за ней. И Мария была не замужем. Вы представляете, сколько было обвинений в ее адресе после того, как она ходила за Христом? Потому что незамужней женщиной находиться в такое время с мужчинами рядом, это было тоже неприлично. Но ей было все равно. И вообще было все равно. Что говорят мужчины, что говорят фарисеи, что говорят синагоги. Она так любила его. И вот эта любовь привела ее к тому месту, на котором на этом месте не было ни одного человека в мире, была одна Мария. Она первым увидела Иисуса, когда он еще только лишь проходил процесс воскресения. Он еще даже не оказался на ней. Он только что воскрес. Там оказалась именно она. Это не случайность. И она искала его. И она продиралась через эти зала. Если она не знала, кого она увидит, она просто его искала. Потому что она очень любила ее. Он был ее учителем. Он дал ей все. Он дал ей жизнь, надежду, утешение, шанс. Этот мир бы никогда не дал ей шанс. Ее бы растерзали. Ее прошлое не давало покоя никому. Поэтому она продиралась. И она думала, что это садовник. Но она услышала его голос. И знаете, я все время думаю, откуда вдруг Иисус так хорошо? И вообще вот в этой всей ситуации так хорошо знала ее имя, помнила ее. И почему именно прозвучала эта фраза Мария? Потому что отношения их до воскресения Христа были настолько близкими, что я просто верю, что Иисус сам скучал без своей ученицы. Он не искал Марии. И мгновенно она услышала и вспомнил его голос. Поэтому такая нервность. Удивительная любовь, сверхъестественная, которая все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит, никогда не перестает. И даже когда этой земли не будет, и слава Богу, не будет даже церкви на небе. Ни прославления, ни пасторов, ничего не надо. Любовь останется. Наши отношения с Господом останутся всегда. Это и есть самовечность. Потому что Бог есть любовь. Как это поняла женщина? Сверхъестественная. Я не понимаю. Я не понимаю, почему множество людей вокруг Христа это не поняли. Потому что Мария не предавала. Давайте мы помолимся, потому что я просто верю, что Бог будет менять ваши сердца. И я знаю, что в вашей церкви наступает новый этап. И этот новый этап должен наступать в любой церкви. Этап призыва. Следующий этап призыва. Церковь тоже, как любой человек, проводит сезон. Поэтому я отваживаюсь пророчествовать, что у вас наступает новый этап. И я верю, что люди, которые будут служить в этой церкви и жить в этой церкви, они будут иметь особое откровение о любви к Господу. Потому что только она удерживает человека в служении. И только она удерживает человека в имущество в церкви и стимулирует чтение Библии. Без любви и все густое. Библии, он всемогущий. Он может действовать по любому месте. И исцеление является тоже его даром. Поэтому просто принимайте даром, потому что там, где Дух Господень, там свобода. Принимайте Слово, как пророчество. Принимайте исцеление души вашей, потому что Бог пришел исцелить сокрушенное сердце. Поэтому пускай сегодня всякое сокрушенное сердце будет исцелено. И если кто-то измучен здесь в основном своими душевными ранами, чувством вины, чувством стыда, чувством какого-то обиды, принимайте свое исцеление, выходите на свободу. Потому что мы не рабы греха, мы рабы Креста, мы рабы с его света, мы рабы его исцеления. Да, замечательно. Не ожидала я, что праздник Марии Магдалины, честно говоря, как-то так не слежусь за даром, пока еще. Мария Николаевич, она должна нас информировать. Вот именно что, да. Не информировали меня. Я хочу вам говорить о удивительных вещах сегодня. Ну, в основном я рассказываю то, что я переживаю, поэтому для меня, может, это удивительно, потому что Бог действует в моей жизни очень сильно, я его вижу, чувствую, понимаю. У меня есть постоянное свидетельство и его слава. Я знаю, что он живет. И я вот как-то, знаете, сформировалась. Питер такой город, который Петр Первый мыслил как город всех религий. Петру Первому доняло Боярская Москва, если вы помните, да. И он создал вот такой альтернативный город, столицу Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург был столицей 300 лет. И в этом городе впервые была открыта немецкая лютеранская церковь, потом появились и финские лютеранские церкви, и много-много других. Появились католики. Я вам хочу сказать, вся Россия бунтовала, потому что Россия православная. Но Петр сказал, не, ребята, я знаю, что сделал Мартин Лютер, я знаю, что сделали протестанты. Вы знаете, только благодаря реформации Мартина Лютера мы сегодня имеем такой высокий уровень технического прогресса. Между прочим, только реформация толкнула изобретателей к тому, что у нас появился печатный станок. Библия была впервые напечатана. Вы знаете, я по специальности, у меня специальности религиозной философии, я, собственно, защищаю диссертацию. И мне мой преподаватель, мой научный руководитель читал очень удивительные вещи. Он сам переводит с немецкого и ездит специально в Германию и вникает в архивы. Удивительную вещь он меня прочитал. Вы знаете, как только появилась Библия, ведь книг не было. У меня было интернета, слава Богу. Телефонов не было. Людям, в общем, было нечем заняться и нечего читать. Библию читали только в церкви, и простой прихожанин не мог ее читать, у них не было права. Представьте, появилась Библия впервые. Вообще появилась первая книга, это Библия. Вы знаете, что происходило? Отрывок был такой, который мне перевели. Зеленщица продает укроп, лук, петрушку, и стоит очередь покупателей. Она рассказывает, вчера читала Библию, послание от Иоанна. И рассказывает о том, как она поняла откровение по поводу «Я и отец одной», или «Я вас призвал», по-моему. Очередь заволновалась, потому что они тоже читали это послание Иоанна, и у них у всех есть свое бытовое мнение. И Бог открывал совсем другое. Я хочу сказать, закончилось очень прискорбно, у них началась драка. Но вы представьте, как это круто. Люди сражались, боролись, дрались за свои откровения, за то, что они, читая Библию, понимали его по-разному. Боже мой, как хорошо было бы, если бы на наших улицах вообще начали говорить о слове. Я не говорю о том, что выбирались, вообще бы начали говорить, потому что у нас на сегодняшний момент просто полное равнодушие. Люди говорят, да, есть Библия, да, она мудрая, она самая лучшая, и больше всего тиражом выпускают Библию, в мире всегда выпускали, но лучше теперь делать. И пусть лежит на полке и пыльется неплохо, можно прочитать. Но на самом деле, люди действительно, они были так вдохновлены, и вы не представляете, что было на улицах немецких городов. Они просто впервые увидели текст и впервые стали учиться его читать. Поэтому это дало очень сильный толчок к развитию личности прежде всего, потому что чем мне нравится Мартин Лютер, я массу экзаменов сдавала, писала рефераты, дипломы, чего я только не делала с Мартином Лютером, и под каким соусом я его из позиции философии, из позиции медиаведения, из позиции политики. Поэтому очень много у меня есть всякой информации, которая меня очень удивляет в этом человеке. Но я вам хочу сказать, что самые развитые страны, это те страны, в которых реформация пришла мгновенно. Это страна Англия. Помните, сколько Англия боролась за то, чтобы она стала все-таки страной протестантов. Это, конечно, и Германия. Это те страны, которые называются сегодня страны Скандинавии. Это те страны, которые действительно отважились вступить в это новое, в этот новый этап, стать действительно странами, где проповедуется Евангелие очень просто. И сама идея Лютера, центральная идея, которая дала толчок всему человечеству, это идея о том, что человек сам несет ответственность за свои поступки. Ни церковь, ни Бог, никакие там обстоятельства, а ты сам лично несешь ответственность за свои поступки, за свою семью, за свое обеспечение. Я хочу сказать, это высвободило огромные потенциалы для женщин и для мужчин. Как я благодарна Лютеру, вы не представляете. Для сравнения исторических фактов. 1861 год в России, помните, освобождение от препостового права. 1863 год. Первый раз в Англии открыта первая станция метро. Вы представляете, какой скачок? Православная Россия и протестантская Англия. Вы помните, что это была сильная промышленная страна, и она и сейчас ей остается. Поэтому я вам хочу сказать, в конце концов, спирт изобрели, человечество мучилось, пиво. Понимаете? Такие изобрели. Ну понятно, но для медицинских целей был изобрел. Порох был. Началось производство огнестрельного оружия. Плохо или хорошо, не знаю, но это реальные такие, знаете, гениальные человеческие изобретения. Очень много, боже мой, а новое время, философия нового времени, один декарт чего стоит. Я учитель математики, в ваших кабинетах всегда мне писел декарт, я точно знаю. Он во всех кабинетах писел. Помните, такой замечательный мушкетер с пудряшками. Это удивительный философ нового времени. Он епископ. Он английский епископ. Он всегда пребывал в слове. Он достиг очень высокой позиции в своей стране. Он был замминистра, а потом и министром. Его очень ценила королева. И он делал удивительные вещи. Он устраивал в своих приходах то, что мы сегодня называем евангелизацией. Его ума хватало на то, чтобы не ограничивать себя религиозными рамками, а то, чтобы помогать тому народу, который сражался в эти времена, был очень много воин и находил возможности создавать госпитали и помогать людям. Короче, это был удивительный человек. Сгибил его одна вещь. Он дожил до 50 лет и всегда говорил, что красота не одной женщины не сравнится с красотой математики. Но это так и есть, на самом деле. Математика красивейшая наука. Но в 50 лет он поехал евангелизировать королеву Швеции. Она была младой девушкой. Она попросила его обучить евангелию. И вот он не устоял и не как-то прогуливаясь в холодное утро. Человек был уже старый, заболел, как минимум, и умер. И перед смертью он говорил, все-таки я был прав. Не надо пью. Но вроде тело было благое. Так я вам хочу сказать, Рене Декарт в новое время, Лебенец, у него замечательное произведение Теади Це. Это его теория, почему добрый бог допускает на землю зло. Прочитайте, всего 200 страничек. Это замечательный философ нового времени. Тоже, кстати, епископ, правда, католический. Очень сильный дал толчок развитию не только научной мысли, но и появилась культура. Появилась замечательная литература нового времени, которая дала толчок всему развитию человечества. Короче, реформация является ключом. Мартин Лютер, это вот, считайте, это все, наше все в этой вот культуре. И я хочу один такой случай рассказать из жизни Мартина Лютера, вы, наверное, его знаете, но просто я, может быть, так как вникала, так побольше, может быть, деталей знаю. Вот смотрите, он, естественно, был монахом, вы все это помните, пытался достичь святости, достичь Бога, и Бог ему открылся со замечательной фразой «Праведной верой жить будет». Достаточно веры, достаточно веры, не надо 25 посредников между Богом и человеком, «Праведной верой жить будет». Помните пять лозунгов реформации, мы все время в Петербурге, они у нас все время висят в этом октябре, «Только веры, только Писание, только веры, только благодать, только Христос, только одному Богу сказал». И, естественно, его личная жизнь, она не могла никак развиваться в силу того, что он был монах. Так как начались всякие гонения на него и так далее, он, видимо, поменял свои стандарты, но мне нравится, очень нелигиозный этот человек был, он из своего монастыря привелся, короче, ему где-то доложили, что там где-то в монастыре страдают какие-то девушки, их куда-то выгнали, их жить негде, и он, сбежали они из монастыря к нему. Короче, он их перевозил в почках из-под сельди, потому что иначе это было чревато, женщины на корабле тогда не должны были находиться. И вот представьте, он привез с этих девушек, 12 штук, по-моему, было, и он приложил все усилия, чтобы пристроить их к своей церкви или по ближайшим церквям, короче, как-то, чтобы они вышли замуж и нашли свой приют и покои, потому что они бывшие монахини. Пристроил он всех, все были посимпатичнее, вот осталась одна, которую как-то никто не брал. и вот он очень на ней ходатайствовал и, значит, говорил ей, утешало ее все, что ничего, у нас все получится, и даже нашел ей богатого жениха, но как-то в свадьбе все расстраивалось. Эта женщина, конечно, стала его женой. Ну, пастырское сердце, он должен был что-то для нее сделать. Я вам хочу сказать, такой подход, вообще совершенно сверхъестественный, необычный, разрушающий во все, все религиозные стандарты. Я была просто в шоке, я не могла поверить, что человек имел такой грандиозный глобальный ум, потому что, знаете, великого человека отличает единственную вещь, великий человек видит прежде всего сердце. Не законные стандарты, а прежде всего сердце. Вот это то, что видел нас Иисус, это то, что Иисус увидел в Марии Магдалине, ему было все равно, что она делает. Главное, как у нее сердце. Главное, что та любовь, которая начала расцветать в ее сердце Господа. И это было главным, в их отношениях, а не то, что человек делал, не то, где он учился, не то, какие он погоны имел, и какой он потенциал или свойства характера имеет. Потому что Иисус всегда разделял грех и человека, чего и нам велел. Никогда нельзя обращаться к человеку, грешившему с одним и тем же посланием, что так нельзя, ты нехороший, ты плохой, это делала советская власть. Помните? Когда нас выставляли на уроках, когда говорили, что ты плохой, ты получил двойку, вот и сформировалось поколение людей с низкой самооценкой, Бог всегда разделял грех и человека. Человек он любит, но грех ненавидит. Поэтому и сегодня и так же нам надо делать, и Мартин Лютер это делал потрясающе, потрясающе сильно. поэтому я думаю, что вот я очень рада, я так рада, что я протестантской церкви, вы знаете, я так долго толкалась в православную церковь, вы не представляете. Я удивительным образом уверовала, я искала Бога, мне было 30 лет, я как-то понимала, что жизнь уже подходит к концу, я уже много чего испытала, и понимала, что надо что-то в этой жизни решать, потому что слишком все надоело, понимаете, все надоело. Я понимала, что начинается утро, и я знала, как закончился мой день. И я стала интенсивно искать какой-то выход в трансценденцию, сверхъестественное. Это было не астрология, это было чего только угодно, и вот я попала в смех книжонка, вы знаете, помните, это был товарища, его фамилия Малахова. О, да. Не вы, но фамилия ее Малахова. Помните, это учение очистки кишечника, которое в 90-е годы было... Геннадий. Да, Геннадий. Геннадий. Не вы, нет. Который захватил всю территорию России. Открывая эту книжку, на первой странице написано, что Евангелие от Иоанна. Почему у Иисуса был такой успех и такое духовное движение? Потому что вот в Библии не написано, а я-то Геннадий Малахов это понял. Иисус с учениками ходил на гору, они брали тыкву, чистили кишечник, и это сразу просветляло их разум. Поэтому мы все должны быть последователем Христа и идти дальше. Я... У меня засела только одна мысль. Я почему-то стала думать, думаю, Бог же всемогущий, это я знаю, Он же все может, зачем же ему чистить кишечник? Эта мысль не давала мне покоя, честно. Это очень глупо, но она именно толкнула меня к вопросу поиска, потому что мне нужно было вот для себя это уяснить. Зачем это происходило? Так в мои руки попала Библия. Библия тогда была, это были 90-е, 90-е годы, 89-е, и Библия, конечно, была только в православной церкви. Я пришла в православную церковь с этим дурацким вопросом, и батюшка меня погнал, хотя у нас замечательные батюшки, у нас замечательные служители в православной церкви, очень умные, очень грамотные, вообще потрясающие. И мне все время хотелось быть рядом как-то с Богом, к батюшкам, и меня вынули из трех православных церквей, и крестились с таким трудом, вы не представляете, как будто они крестят какого-то, я не знаю, массового убийства, прямо, ну, столько было препятствий, и я все просилась к ним, возьмите, и говорю, вот, я вам привяжусь, и я хорошая. Но что-то я все не проходила, то брюки, то лицо накрашено, и так далее. А тут как раз по телевидению были выступления протестантских пасторов, и это движение меня, конечно, захватило, вот я попала на большой-большой такой кроссейд, где я и уверовала. Я вам хочу сказать удивительную вещь, когда, совсем недавно, это было всего лишь года четыре назад, когда я уже определенных вещей достигла, и позиции в городе, и позиции в научном мире, приехал один журналист из Москвы, и снимал репортаж о отношении православия и протестантских церквей. Меня привели главный приход нашего города, Санкт-Петербурга, он находится на спортивной станции метро, там такой отец Сорокин, очень известный, Василий. Нас поставили в прямой эфир, надели на меня платок, и говорят, вот отец Василий, вот эта женщина, она является служителем протестантской церкви, она руководит, она, значит, устраивает там всякие движения, что вы скажете. Это была просто минута, когда вечность замерла, я думала, это уже прямой эфир, понимаете, это вообще-то был пятый канал, это тот канал, который смотрит вся Россия. Я поняла, что мне пришел конец. Такая минута молчания, и он посмотрел на меня, говорит, вы знаете, я признаю, что в православной церкви очень плохо работает с новоупращенными. Я признаю, что люди, которые приходят в православную церковь, вынуждены пройти очень большое количество препятствий, ступенек, чтобы вообще принять там причастие или исповедание. Я знаю, что мы упускаем многих людей. И он говорит, я бы поставила ее начальником отдела даже сейчас, если она согласится. Нам такие люди нужны, и я осознаю, мы будем что-то менять. Меня прямо отпустило. Я ему рассказала всю свою историю, в какие храмы я ходила, и что я делала, он очень сожалел. Я поняла, что в духовном мире что-то меняется. В духовном мире что-то меняется, раз так даже начали мыслить православные люди. Поэтому я вам пророчествую, вы еще скоро увидите, как великое пробуждение зальет всю Россию. Это не только пророчества, многочисленные, которые сегодня я слышу, это еще мое личное, в личном отношении с Богом я это получаю. Я вижу, как оживает народ на территории России. Я вижу, как наша многострадальная страна встает с колен. И я просто знаю, что пробуждение это не одна динаминация. Слава Богу, в этом пробуждении не будет ни лидера, ни динаминации. Все верующие в Иисуса Христа будут подниматься вместе. И это великая сила пробуждения, сила единства. И я просто знаю, что мы с вами в великие времена рождены. И я вчера рассказывала о том, как я уверовала в 95-м, и церквей в Питере меньше тысячи не было, потому что нас спасалось по 10 тысяч в день. И мы делали марш Иисуса, на котором Невский проспект был, все движение было остановлено, и 14 тысяч верующих вышли на улицы города. Мы пели, мы танцевали, мы молились. Такое было присутствие Божье, что народ плакал, даже не верующие. Люди, которые просто приходили рядом, они просто плакали от того, что Бог и касался. И мы встали на Дворцовой площади, она очень огромная у нас, это центр нашего города, откуда началась революция. Помните? Все время показывают этот кадр, как рабочие солдаты вырываются в наш эрмитаж. Вот как раз мы там встали, взялись за руки, в несколько колец. Там были католики, лютеране, православные. Мы все плакали, мы просили прощения за Россию, выходдатствовали. Мы провозглашали пробуждение, мы провозглашали, что Иисус Господь Питера. Тогда мыром нашего города был Собчак. Помните? Замечательный Собчак, который говорил, что все, что не разрешено, не заизобрещено, разрешено. И церкви развивались, и у меня было такое чувство, что Бог все. Вот еще сейчас пару месяцев, и все. Да, конец, и начинается Царствие Божие. Но произошла совсем другая история. Поэтому я и знаю, что такое пробуждение. Я знаю, что, значит, в поездах, в метро, в трамваях, на улицах люди разговаривают об Евангелии. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что это был некий слабый прообраз того, что было тогда, в 16 веке, когда люди получили Библию. Очень многие люди на улицах незнакомые просто говорили в библейских стихах. Питер был удивительный, город он и сейчас остается духовной столицей. Но я верю, что наступают те времена, когда я это увижу вновь, и просто знаю, что это будет не только в Питере, но и на территории всей России. Поэтому я поздравляю вас с пробуждением. Даже можно выпить. за пробуждение. И в связи с этим моя тема, это, конечно, вступление, моя тема, она достаточно серьезна. Я вам хочу сказать, что пробуждение можно восхищаться, и можно в нем можно поучаствовать, но на самом деле оно, это та благодать, которая приходит на территорию страны или на территории города, чтобы поднимать народ прежде всего, поднимать верующих, сидящих в церквях. И сегодняшняя беда всех церквей, потому что, поверьте, я бываю во многих церквях, наверное, за эти годы, наверное, видов 700-800 церквей посмотрела, просто и в разных странах, и в России. И я вижу одну и ту же вещь. В церкви появляется какая-то тенденция нежелания служить. Вы знаете, я вам хочу сказать, что если церкви люди, приходящие в церковь, не слушат, эта церковь, она будет со временем умирать, потому что она не выполняет самого главного, о чем написано в Ефесянам 4 главе. Помните, что Бог поставил пасторов, апостолов, евангелистов, учителей для чего? Для трех определенных вещей. К совершению святых, на дело служения, к созиданию тела Христова. Люди, приходящие в церковь, не только должны быть спасены, люди должны осознавать, что я спасен не просто так, я не случайность. Спасение – это не случайность. Спасение – это ваш призыв. Слышите? Спасение и ваш призыв – это одно и то же. Не так Иисус сказал последние слова во всех евангелиях. Идите, научите все народы. Это же призыв. Это призыв. Поэтому невозможно быть спасенным и ничего не делать в церкви. Мы с вами не нагреватели стулья по воскресеньям. Это не наша обязанность. Наша обязанность нести свет Христов. И не просто кому-то засвидетельствовать один раз за всю свою жизнь и то выпалил, Иисус тебя любит и убежал от страха. Не к этому Бог нас призывает. Нас Бог призывает к тому, что мы с вами будем системно молиться, системно читать Библию, системно поддерживать церковь. Верными в малом нас Бог призывает. Если у тебя есть церковь, делай все, что здесь возможно. Мой полы, поливай цветы, стой в группе порядка, стой, я не знаю, в группе переворачивания страниц. Какие тут служения есть? Служения могут возникнуть вообще на пустом месте. Я вам хочу сказать отличное служение для церкви «Линия доверия». В свое время оно привело очень много людей в нашу церковь, потому что люди постоянно в нашей стране, у нас благодатная страна, потому что не постоянно кризис, если вы обратили внимание. Это прямо вот для церкви это самое лучшее время, кризис. Потому что люди постоянно нуждаются в ответах. А тут вы с ответами, вы же Иисус наш ответ. Поэтому, пускай у вас будет «Линия доверия», пускай у вас будет, я не знаю, кризисный какой-то церк, комитет, я не знаю, что еще. Приходите ко мне все труждающие, времененные, я успокою вас. Я вам дам Библию, я вам почитаю, я приду к вам домой, я помолюсь за вас. Поэтому, о чем хочу сказать, зафиксировать несколько мыслей. Наш Бог есть Бог целей. Бог есть Бог целей. Мы сотворены с вами не случайно. Мы призваны в церковь с вами не случайно, это не ошибка. Если мы не знаем своего предназначения, то мы будем злоупотреблять собой в том числе. Если я не знаю, для чего микрофон, я могу забивать гвозди. Если мне не рассказали, что это такое. Если я не знаю, для чего очки, я могу их начать есть. Покровери, попробуй. Жизнь человеческая именно такая вот штука. Бог призывает и рождает нас именно в это время, на стыке двух тысячелетий. Именно в этом городе, именно в этой стране, не случайно. Кто-то мне пытался рассказывать, что мама делала аборт, но у нее денег не хватило, и поэтому я сейчас жив. Слушайте, ерунда какая. Причем здесь мама, и причем здесь деньги вообще. Ты появился на свет, потому что Бог уже видел тебя, Он тебя хотел. Он для тебя приготовил великую судьбу, которую вложил в самое твое рождение. Мне кажется, что задачи человека, ну, я не знаю, неверующий это вообще не поймет, но задача верующего человека найти свое призвание. Спросите у Творца, для чего я рожден, кто я? И тогда Бог начнет шаг за шагом раскрывать вам ваше предназначение. Но Бог хочет, чтобы это происходило в церкви, Бог хочет, чтобы это происходило в вашем служении. Служение – самое лучшее место, где раскрывается призвание и потенциал человека. Вы, наверное, сами видите, служение человека видно, ну, лучше, чем к дереву. И я еще раз говорю, что спасение и призвание идут вместе. И если ты благодарен Богу за то, что Он сделал ради тебя, за то, что Он тебя спас, за то, что Он тебя искупил, если у тебя действительно есть откровение о том, что ты спасен, ты будешь из благодарности Ему служить. Это то, что делала Мария. Вы что думаете? Она просто так? У нее просто не было никаких чувств, просто Иисус понравился там как мужчина, как некоторые говорят. Это вообще ерунда. У женщины было великое откровение о том, какое же прощение и какую милость к ней Господь явил. Из благодарности, вот это, наверное, первый ее позыв был, потому что в женщине всегда вот есть этот вектор благодарности. И великой благодарности она стала ходить за Ним, она стала служить Ему. И эти акты служения мы потом видим в Евангелии. Поэтому если у человека есть благодарность, он обязательно начнет служить. Благодарность – это особенность характера служителя. И благодарность прежде всего Богу. И я хотела бы немножко сделать ремарку, потому что служение, еще раз говорю, многие думают, что я варюсь дома – это служение. Это не служение, это назидание себя и вере. Это формирование вашего внутреннего человека. В принципе, я могу сказать, что у меня вся жизнь – служение, даже когда я чищу зубы, в принципе, это тоже, наверное, неким образом служение. Но я сейчас не об этом, я говорю сейчас о тех делах, потому что мы призваны с вами на добрые дела. Как написано в Евангелии, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Должны быть дела Евангелия. И эти дела должны быть делами наших рук человеческих. Значит, надо идти туда, где люди страдают. Это те дома, которые называются больницы, это дома престарелых, это те вещи, которые называются раковыми, онкологическими диспансерами. Это там, где люди ночуют на улицах, это тюрьмы, это вообще то, к чему призвал нас Господь. Помните, я был в темнице, вы меня не посетили, я был голоден, а вы меня не накормили. Даже если вы просто будете кормить кого-то, просто узнаете какую-то семью и будете кормить кого-то. Это и то уже будет протягиванием руки Христа к этой семье. Вы знаете, мы в Питере начали такие вещи сделать. Женечка у нас кстати первая ласточка в этом процессе. Мы решили, что мы будем платить хотя бы за одного человека, вот сколько у нас хватит денег, в универсамах, в магазинах, особенно если это пожилые люди. Ты просто платишь на кассе, даешь чек, проплачиваешь свою покупку и платишь, и говоришь кассиру, что за следующую покупку я плачу тоже. Поэтому, когда особенно за тобой за тобой стоит пожилой человек и когда он слышит за вас заплачено, я вам хочу сказать гораздо легче говорить ему о Христе. И вы представляете, одна пошлая женщина, которая ходит в нашу церковь, вдруг приходит и говорит, вы не представляете, у меня такое случилось, я пришла в магазин, я выбрала себе чайник, я подхожу к кассе, мне говорят, за вас заплачено. Я говорю, слава Иисусу, Господь, ты мне опять напоминаешь, что я спасена твоей милости, ты уже заплатил за меня. Вы представляете, ну понятно, это были, к сожалению, не мы, но кто-то еще на это додумался, но это очень популярная форма сегодня, это минимально, что можно сделать для этого города, для нашего большого, но это очень интересная форма, которая раскрывает людям доброту и сердце Христа. Я вам хочу сказать, делать это нетрудно, но когда вы это начнете делать, вы просто увидите, как этот рост духовный вас начнет озарять, и этот вектор начнет вас двигать и к познанию Бога, и к молитве. Поэтому ищите любые формы, чтобы послужить людям. У меня не так давно была ситуация, я была в пятерочке, я уже ушла, уже заплатила, и вдруг бабушка за мной, она забыла кошелек, и она не может никак понять, что она его забыла, и ей кассир объясняет, что вот у вас тут нужно оплатить, она, почему началась вот эта вот тасовка с деньгами. И я увидела это, и у меня, знаете, счастье рукой наполнило меня. Думаю, вот оно, вот я могу где показать Христа, вот оно сейчас, вот он мой шанс. Я побежала к ней с такой страстью, я говорю, я заплачу за вас с таким напором, потому что я так долго ждала, я каждое утро стою и думаю, Господь, дай мне что-то сделать для тебя, и не просто служить в церкви, а мне лично что-то сделать со мной, как вообще просто твоей дочери. И бабушка приставала ко мне, я вам пришлю, у меня будет пенсия. Кассир меня пытала, вы точно решили, вы вдруг потом придете обратно попросите. Неизвестно, ходят и ходят, понимаешь, всякие. Но я просто увидела, как не писали, как Бог вообще радуется, то, что происходит со мной, как это раскрыло новые горизонтные перспективы моей деятельности в отношении к добрых делам Христа. Поэтому ищите разные способы, чтобы служить людям. Я вам хочу сказать, даже, наверное, не очень важно, чтобы после этого пригласить. Я за вас заплатил, вот визиточка нашей церкви. Мы решили так не делать, потому что я считаю, что Христос сделал дела бесплатно. Мы даром получили, поэтому даром отдаем. Итак, давайте мы все-таки к слову, да, перейдем. Просто меня тут переполняют. чувства. Смотрите, я начала про предназначение и начала про то, что Бог начинает, подпомещает нас на эту землю, потому что Он дает нам определенное призвание. Поэтому это, наверное, самые несчастные люди, которые, сидя в церкви, так и не поняли, какое же у них призвание и где им служить. Такие люди несчастные ходят на улицы, потому что на улице это нормально, не понимать кто-то. Я сейчас не говорю о профессии, не говорю сейчас о профессии парикмахера, сантехника, врача, вообще к делу не относятся. Мы поставлены с вами на дело служения. Значит, в церкви, даже если я министр культуры или я там, я не знаю, главный, главный чего там, я не знаю, главный министр или главный руководитель чего-то, я все равно в церкви должен иметь служение. Вы знаете, рядом с нами находится Эстония, и там есть такой пастор Рейн, если вы слышали когда-нибудь про эстонское пробуждение в 80-х годах, в советское время, Эстония, небольшой Таллинн, люди заказывали поезда со всего Союза. Каждую субботу там собиралось до 14, 15, 20 тысяч в небольшом лютеранском старинном храме. Этот храм до сих пор есть, и пастор Рейн тоже до сих пор жив. Это было удивительное событие. Церковь пастора Рейна, она была очень религиозной, поэтому они ему сказали, слушай, пастор, вот у нас есть 330 человек, не надо нам никаких исцелений, движений тут в духе, мы будем в воскресенье побить, нас будет 30 человек, а в субботу делай там, что хочешь. Миллионы пускай приезжают, мы к этому отношения не имеем. Это было очень удивительно, но я вот с пастором Рейной к ним ездила, и просила, чтобы он за меня молился, потому что я понимаю, что такое передача помазания. на реформацию, и вот у меня рассказывала такие вещи, вот мы с Олегом ездили, и представьте себе, в субботу, он говорит, мы ничего не делали, у нас было три брата, мы просто молились, Господь, приди, мы просим тебя, чтобы ты пришел, мы ничего не можем без тебя, мы просто поднимали руки, вот так вот очередь шла, и каждый человек, знаете, из зафиксированных фотографий целые комнаты со свободными инвалидными колясками, с тростями, вырастали зубы, вырастали волосы, люди стрелялись от рака, тут же рак выходил, мгновенно позвоночники выпрямлялись, это было, это двигалось в течение трех лет, каждую субботу. Я хочу сказать, недавно Сергей Васильевич Лепутский, он рассказывал о том, как он был еще тогда молодым человеком, как они за билетами в Таллинн стояли сутки, представляете, какая была популярность. Естественно, это не могло пройти мимо ФСБ, и пастору Рейну пришли и сказали, значит так, если ты не переведешь служение на эстонский язык, тогда мы тебе даем 25 лет срок. И это был момент, когда действительно служитель должен выбирать, потому что вы понимаете, что эстонский язык, он резко сузил аудиторию, потому что на эстонском говорят всего лишь, там будет больше полторы, два миллиона человек. Перед ним встал такой выбор, и он сказал, что я тогда уже очень устал. Я не представлял, как бы я 25 лет отсижу за стенках, тем более это ФСБ, и я сдался, я сказал, хорошо. Вы не представляете, как только он стал говорить на эстонском и молиться на эстонском. Буквально в течение недели. Количество людей сузилось сначала до пяти тысяч, потом до тысячи, потом до ста человек, а потом ручеек просто закончился. Потому что это было не Божьей волей. Но самое обидное, что Советский Союз начал ломаться через два года, и Бог ему сказал, слышишь, Рейн, если бы ты не сдался, через два года тебя бы уже выпустили. Почему ты думал о 25-ти годах? Я бы выпустил тебя раньше. Но ты бы увидел другую историю. Пастор Рейн сейчас 86. Он до сих пор служит в церкви, правда, уже не пастором. Его домашняя группа министр обороны Эстонии, замминистра культуры Эстонии. Это все пожилые люди, которые видели его судьбу и знают его судьбу. Приходят к нему каждую среду. люди, которые совершенно не почитают себя чем-то достойным. Он выдает им небольшое служение в храме. Каждый из них что-то делает. Министр обороны Эстонии служит в храме. Что-то там вытирают. Что-то там моют. Представьте себе. И все они говорят только об одном. И пастор Рейн говорит, я молюсь только об одном. Господи, дай мне еще увидеть пробуждение. Я готов быть хотя бы ночным горшком. Главное, чтобы ты пришел. Удивительная судьба. Если у вас есть возможность съездить, он еще жив. Он принимает каждый четверг. Он молится и он рассказывает вам свою историю. Но это, знаете, как Божий генерал на земле. Их остается все меньше и меньше. Они вам передадут секрет о том, что служить Господу надо во все дни жизни своей. И когда больно, и когда плохо, и когда не получается, и когда гонят, надо все равно оставаться на служении, оставаться верным Богу. Поэтому, я думаю, что он изделан из тех людей, которые понял свое предназначение в этой жизни. Он просто их понял. Он понял, кто он. Иоанна 15, глава 16, стих. Это то, как смотрит на нас Бог, на всех. Иоанна 15, глава 16, стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Слышите? Не вы меня избрали. Вы не можете думать о своей судьбе так, как вы считаете нужным. Вы не можете говорить себе, я не знаю, что считает Бог, а я считаю, что в воскресенье лучше поехать на дачу. Бог говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. Да вы чего не попросите? Во имя Отца. Попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам. Здесь несколько категорий представлено. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Это первое. Я Господь. И я избрал. Да будет воля моя в твоей жизни. Многие думают, да будет воля твоя, а Маруся моя. Это неправильный подход. Воля Божья должна осуществляться во всех, в каждой секунде вашей жизни. На это должен быть настроен вектор человека. Я вас избрал. Второе. Я вас поставил. Что значит поставил? Укрепил колено, дрожащее. Укрепил вас, стопы ног ваших. Поставил на крепкий и прямой путь. Я тот Бог, который укрепляет ваши ноги. Поэтому если кто-то думает, что я не могу служить, я уже старая, или я слишком молодая, или что там, слишком больная, я хочу сказать, во время служения, происходят сверхъестественные вещи. Бог укрепляет стопы ног человека, потому что Бог говорит, я избрал, но я и поставил. Не от тебя силой ты будешь служить, не своей силой, а моей силой. Ты увидишь, как я укрепляю стопы ног твои. Следующее. Смотрите, для чего? Чтобы вы шли. Мне кажется, это самое такое, третье вот это действие, оно самое сложное. Потому что очень хорошо служить на эмоции. Вообще в церкви должно быть не всплеск эмоций, а этот всплеск должен быть приведен в систему. Понимаете, нельзя служить только тогда, когда мне нравится. Или у меня хорошее настроение, или мне дали зарплату, пойду послужу в церкви, но все равно нечем заняться. Понимаете, это не служение, это не жертва. Тут написано, чтобы мы шли. А что такое путь? Ты идешь, когда тебе плохо, когда дождь, когда снег, когда всего, никто уже не идет рядом, ты все равно продолжаешь идти. Скажи им, чтобы они шли, как сказал как-то Господь Моисею. Следующее. Поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Приносили плод. Кроме того, приношение плода одноразово тоже как-то Бог имеет для нас и каждого продолжения в этом плане. Одноразовый плод еще не считается плодом. Что должно быть с этим плодом? Чтобы ваш плод пребывал. Это то, о чем говорит Иисус в конце каждого Евангелия. Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Это пребывание плода, это создание учеников. Вы мои ученики и сделайте мир учениками. В одном из переводов, кстати, этот стих «Идите, научите все народы» звучит совсем по-другому. Идите и заставьте народы думать по-другому. Не просто научите, я учу, они не поддаются. Смотивируй, покажи свои жизни, создай условия, чтобы люди не только пришли, но чтобы они еще стали учениками Иисуса Христа. А это другая категория. Просто прихожанин или ученик Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа он уже знает, кому он служит. Прихожанин еще, наверное, ничего не понимает и вопрос служения у него не стоит. Но наша задача всегда переходить из категории прихожанина в категорию ученика. Поэтому это все происходит тогда, когда человек присоединяется. Помните, есть тоже у Иоанна, очень хорошая, по-моему, в 15 главе веточку, приносящую плод, сам Бог очищает. Как укрепиться в Господе? Начни служить. Как сделать так, чтобы Библия мне открылась? Начни служить. Как сделать так, чтобы молитвы, которые я возношу, они хоть вообще были какими-то осмысленными? Начни служить. Как найти мужа или жену? Найти служить. Ведь в служении Бог очень хорошо открывает характер женщины или мужчины. Самый лучший метод посмотреть на мужа или на жену, это посмотреть его в служении. Насколько он верен, насколько он утвержден в Господе, насколько он обладает навыками, насколько сформирован характер, где плоды духа, есть или нет. Служение, оно откроет вам двери, потому что написано в Библии верного мало, что это дастся? Больше. И Бог никогда не делает так. Многие люди говорят, если я и буду служить, как у меня один мужчина говорит, соберите вне людей, я возглавлю. Но я был директором завода, и мне так неинтересно тут вытирать скамейки, и мне, короче, масса давали. Я говорю, ну так это самое сложное. Возглавить мы все можем, набрать вот эта проблема. Поэтому я хочу сказать, начинайте с малого, Бог вас приведет к большему. Я все-таки хочу все, перейти к Марии, потому что уже время не остается, потому что служение на примере Марии. Хотела вам показать вот это местописание, оно вообще просто потрясающее. Это все из жизни Марии Магдалины, и оно вам известно, но я просто на некоторые детали хочу обратить ваше внимание. Одно из составляющих служения, или почему человек, но очень многие люди не хотят служить в церкви, потому что служение это жертва, вы сами понимаете, да, это, конечно, благодарность Богу, но это еще и жертва. Жертва для сегодняшнего человека, современного, понятие слишком сложное, потому что менталитет сегодняшнего общества это максимум наслаждений и минимум боли. Вы, наверное, сами такие, и боретесь или уже не боретесь, кто-то уже, так сказать, поддался наслаждениям и прямо растворился в них. Комфорт является самой главной сегодня целью, он рекламируется, вы это видите по телевидению, вы стремитесь сами к этому даже подсознательно, правда? И комфорт всегда говорит, зачем жертва? Живи, расслабься, Бог тебе обещал, что будет благодать, живи так, как, так сказать, как твои левые ноги угодно. Служение так не пройдет. Служение это всегда жертва. Служение это понимание того, что я оставляю заднее и простираюсь вперед. Деяние 20 глава, прежде чем я буду про Марию говорить, 24 стих, один из переводов, есть классический перевод, Служение мне откроет. Я вам сейчас пока прочитаю еще один перевод, появилось много таких современных. Там написано, что «Но я не придаю большого значения собственной жизни, только бы завершить предстоящий мне путь, исполнить задание, полученное от Господа еще обстоятельно, провосглашать добрую весть о Божьей любви и доброте». Классически как звучит нам Женя мечтать? Не нашел? Нашел. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией. Смотрите, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. И перевод еще раз читаю другой. Но я не придаю большого значения собственной жизни. Вот это то, что должно произойти с каждым верующим. Христос должен в нас возрастать, а сам человек должен умоляться. И когда мы входим с вами в служение, это очень хороший момент, даже если это служение маленькое, осознать, насколько ты большой и насколько Христос тебе маленький или наоборот. И как писал Павел, но я не придаю большого значения собственной жизни, только завершить предстоящий мне путь, исполнить задание, полученное от Господа Иешуа, обстоятельно провозглашать добрую весть о Божьей любви и доброте. И я все почитаю в счет. Я вам хочу сказать, это больно, это трудно, это потребует от тебя перемены жизни, перемены образа жизни, перемены многих твоих привычек, просто привычек человеческих. Ты не будешь получать, может быть, такого большого удовольствия, особенно тогда, когда это служение проходит в долине смертной тени, но это наш единственный путь. Совершать служение Богу – это наш единственный путь. Это смысл твоей жизни на земле. Понимаете? Ты поэтому рожден, что была цель. Если ты не собираешься быть служителем, тогда жизнь твоя лишена цели. А это, наверное, самое страшное. Прожить человеком и не понимать, какая же цель твоей жизни. Какой же смысл твоей жизни? Я читаю над Матфеем ситуацию с Марией. Приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Картина была такая, перед Пасхой Иисусу ученики его собрались и они слушали его практически последние слова. Что такое Израиль и что такое ученики Иисуса? Это все мужчины. И в Израиле были строгие законы в отношении женщин, потому что на самом деле Иисус много свободы дал женщинам, вообще освободил женщину. В Израиле всегда был такой закон, если собирается мужчина, женщина не может входить без разрешения, это раз, во-вторых, она не может сидеть в присутствии мужчин и уж тем более лежать. Сегодня у нас, видите, как-то все позволено, но тогда это был закон, который говорил о том, что женщина может быть даже в преданной смерти, но по крайней мере точно какое-то порицание ей будет. Обратите внимание на саму Марию. Она и так много пострадала, когда ходила за Христом и осуществляла свое служение, обратите внимание, она просто понимала, кто она такая, она понимала, что она ученица Иисуса Христа, ей Бог это открыл. Поэтому, когда ты служишь с откровением и служишь в понимании, очень многие вещи, которые называются трудности, обстоятельства, мнения людей, проблемы, которые в связи с этим возникают, они проходят мимо тебя стороной. Человек, который знает, куда он идет, ему откроются все двери в одержении. И Мария была такой. Смотрите, она, во-первых, приступила к нему, и приступила не просто, а салавастровым сосудом мира драгоценного. Драгоценное мира собирали все женщины в Израиле, которые хотели выйти замуж. Это была такая копилка, это было очень дорогое масло, оно очень дорого стоило, и собиралось оно конкретно на свадьбу. Поэтому, что такое драгоценный мир, сосуд, в котором наливалось мир? Это все твои чаяния, все твои надежды. Потому что в Израиле быть замужем, это значит иметь все. Если ты не замужем, ты имеешь полное поражение в правах. в Турции недавно женщинам дали паспорт. Я была лет 10 назад в Турции, еще женщины мне рассказывали, что представляете, современное общество, а паспорт дается только мужчине. Поэтому, если у тебя нет мужа, ты обязан, ты вот хочешь вроде как устроиться на работу или пойти в банк, там что-то, взять кредитную карту, ты не можешь, у тебя паспорта нет. Ты обязан держаться за единственного мужчину, который есть в твоем роду. Может быть, это племянник, может быть, это мальчик, может быть, это вообще какой-то дедушка, который уже, может быть, ему много-много лет, но у него паспорт. Понимаете? Что такое привязка к мужчине в Израиле, на Востоке? Ты можешь быть там красивый, умный, неизвестно какой там, но паспорта у тебя нет. Поэтому никаких вопросов ты не лишаешь. Поэтому представьте себе, что значит женщине на Востоке собирать вот это головастровое мира, да, или готовиться к замужеству. Потому что именно в замужестве изливалась эта мира помазывали и там целый был обряд связан с этим. Представьте себе, девушка собирает это, практически там родители с рождения собирали это мира, и оно являлось прообразом всего того самого главного, самого желанного в жизни каждой женщины-израильтянки. Вы знаете, что она им пронесла? Тем более после такой судьбы. Я думаю, что брак для Марии был бы выходом, просто муж бы ее покрыл все ее прошлое и решил бы много ее вопросов. Поэтому это не просто какое-то масло и не просто подсолнечное, которое у нас в магазине продается, она там притащила, потому что все равно девать некуда, дай полью. Совершенно другой расклад был. Это самое дорогое, это драгоценность ее, это ее надежда, это ее смысл жизни вообще-то. Вот что она сделала. Я не говорю о том, что, конечно, это был акт перед тем, как Иисус уже уходил к Отцу. Смотрите, она возливала ему возлежащему на голову, пришла молча, без объяснений. Скорее всего, она понимала, если она начнет объяснять, ее все равно никто не поймет. Кроме того, еще и сопротивление будет. Она знала, что есть Божья воля, она знала, что мне нужно выполнить Божью волю. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Ну, появление женщины, она вообще всегда возникают вопросы тем более в таком обществе. Но они стали говорить, к чему такая трата. Ему можно было продать это мир за большую цену и дать нищим. Но Иисус, разумевся, ее сказал, что смущает эту женщину. Она доброе дело сделала для меня, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к повребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедовать Евангелие сию в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. С одной стороны, вроде как обычная вещь изливания елея в сегодняшнем нашем современном обществе, который не очень понимает, что это такое. С другой стороны, смотрите, во-первых, даже сами ученики оценили, это была очень высокая трата. И сами ученики сказали, для нашего учителя многовато. Не заслужил наш учитель никаких денег. Зачем такая трата? Что это ты здесь устроила? Зачем ты столько денег выливаешь просто на его голову? Что происходит? Обратите внимание, диалог Иисуса и Марии, вот здесь он совершенно четко виден, и он такой, знаете, параллельный, чего не понимают ученики, понимают Иисус и Мария. Иисус говорит, я вам сейчас объясню, что она делает. Причем здесь деньги? Она делает самое главное и самое главное в то время, в которое нужно. Ибо можно было продать мира за большую цену и дать нищим, но Иисус, разумевся, ее сказал, что смущает эти женщины? Она доброе сделала, сделала для меня. И вы нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Это то, что делал, положил ей на сердце Господь. Она исполняла в данном случае здесь волю Божью. И воля Божья была поручена именно этой женщине. Знаете, почему она ее услышала? Во-первых, она служила ему, или во-вторых, во-первых, она его любила, а во-вторых, она ему служила. И она ему была благодарна. И она была верна. И она была посвящена. И она была готова для него на любые поступки, что бы ни говорили люди. Она готова была пройти через все. Я не знаю, кто бы еще мог сделать такие вещи. Прийти при всех в середине разговора и начать выливать ту драгоценность, ту жертву, которую она собирала всю свою жизнь. Смотрите продолжение ситуации. Тринадцатый стих. Истинно говорю вам. Где не будет проповедована Евангелие и все в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Слова Иисуса. Слова Иисуса в Новом Завете. Они часто бывают выделены красным цветом. Это сказал Иисус. Четырнадцатый стих. Это уже вот завершающий удар. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Не чувствуете связи между словами Иисуса и действием Иуда? Реакция. Реакция на слова Иисуса. Ты даешь свободу женщине, которая была проституткой, и она тут без спроса приходит на наше учение, и она тут занимается неизвестно чем. Исходя из слов Иисуса, Иуда понял, что оказывается у Иисуса и Марии есть какие-то общие мысли и общие идеи. Оказывается, она сделала правильно. Оказывается, она сделала то, что никто не догадался сделать. Оказывается, ей открыто то, что не открыто им. Я думаю, что Иуда долго готовился к своей измене, но это стало причиной. Он выслушал Иисуса и это просто порвало его. Ах, еще и женщина, ах, еще и свобода, ах, еще и женщинам можно. Это его порвало. Он прошел, видите, прям следующий стих, прям без всяких переходов. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его. Такой человек не должен быть служителем. Такой человек не имеет права жить. Раз он так мыслит, он не должен быть в нашем народе. Это явилось последней каплей. Потому что, на самом деле, отношение к женщине всегда является лакмусовая бумажка. В любом обществе, в любой церкви, в любых сообществах людей или социумах. И сегодняшнее время это то время, когда, я верю, Бог будет поднимать огромное количество этих морей, удивительных женщин, которые будут слышать голос Божий и его призвание. Пускай каждый из вас сегодня просто задумается над тем, для чего Бог поместил вас на землю. Не для того ли случая, чтобы произвести эти удивительные события, может быть, ты будешь как Исфель, или может быть, ты будешь как Мария Магдалина. А может быть, здесь какой-то сидящий мужчина действительно готовится к тому, чтобы изменить всю страну. Бог тебя призывает. Через эти все библейские примеры Бог нас призывает. И Он говорит, не бойся, что бы ни случилось, я буду со мной, с тобой. И если ты будешь идти по моему пути, я открою большие двери для тебя. Твоя жизнь только начинается, твое служение только начинается. Все, что ты переживал до этого дня, это всего лишь трамплин для твоего нового будущего. Мария, как Иисус ей обещал, написано, имя о ней будет возвещено всегда и во всех народах. И сегодня, я вот, когда слушала епископа, думаю, надо же, как Господь сделает. Действительно, ее имя и сегодня возвещается во всех народах. Истории, они и сегодня читаются во всех народах. но я знаю, что мы с вами пишем книгу Деяний. И когда-то твое имя будет записано в этой книге. Если ты действительно отважишься поверить, что ты человек великого призвания, и отважишься встать на этот путь служения, сделать, хотя бы, маленький-маленький шаг, когда мы делаем один шаг, Бог делает нам сто шагов навстречу. Поэтому служите Господу. Служите Господу. Любите свою церковь, любите свой народ, в котором вы живете, любите Господа нашего Иисуса Христа. И вы увидите, что жизнь во Христе это не какая-то скучище по воскресеньям. Это удивительный мир хождения в сверхъестественном. Это удивительный мир, когда ты видишь, что благодаря тому твоим отношениям с Господом изменяется земля вокруг. Пускай люди призывают воронежа Господа благодаря тому, что вы есть, как написано в книге Батия. Во времена Еноса народ стал призывать Господа. Пускай в ваши времена народ станет призывать Господа. Видя ваши глаза любящие, видя ваши руки любящие, видя ваше любящее сердце, люди опять поверят, есть Христос, есть любовь, и есть добро. Аминь. Не весь этот мир подряд, есть еще люди, которые являют свет этого мира. Поэтому будьте благословенцы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok